Закрытый переезд звук сигнального рожка женщин не смущает. Они торопятся на электричку, а вот по мнению дежурной по переезду, торопятся жить. Елена 8 лет на этой работе. Признается, каждый день сталкивается с таким халатным отношением пешеходов к собственной безопасности. Ведь сухие цифры статистики напоминают, большинство смертельных случаев на железнодорожном переезде происходит по вине пешехода. Невнимательность наушники и на авось проскочу успею. Мы очень часто работаем с людьми и сигналим вражок, и говорим им. Но это все безрезультатно. Кто-то понимает, кто-то нет. Скажите, а кто чаще вот так перебегает? Или возраст вообще не играет? Возраст не играет. Есть молодые, есть такой средний возраст и пожилые. И возраст действительно роли не играет. Вот так в начале марта именно на этом переезде случилась трагедия. Под поезд попала 65-летняя женщина по невнимательности. Такие случаи заставляют инициировать рейды. Их проводит Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Цель – предупреждение и снижение травматизма и смертности вблизи железнодорожной станции. Сегодня на этом переезде выявили ряд мелких недочетов организации прохода пешеходов. Например, отсутствует тротуар перед переездом и, по мнению специалистов, не хватает ограждений. Но в целом ЖД-переезд оснащен правильно. Будет составлен протокол, будут в него внесены все замечания, предложения всем заинтересованным структурам. Таким, как собственнику дороги Мусавтодору, РЖД, по принадлежности территории. На железнодорожной станции Чапаевка белорусского направления интенсивное движение поездов. За один раз может пройти сразу несколько составов. Грузовой, скорой и электричка. Стоять приходится долго. Здесь установлены шлагбаум и автоматические барьеры. Звучит предупредительный сигнал. Машины образуют пробки, но стоят. Вот и пешеходам, уверяют специалисты, торопиться не стоит. За ушедшей электричкой обязательно придет следующее.